приветствую вас уважаемые подписчики и гости вы на канале личного подсобного хозяйства Вячеслава Володько сайт хозяйства ZZFUSBAY ссылка в описании под видео поговорим сегодня о пассифлорах так сложилось что по жизни занимаясь разными растениями на притяжении десятков лет пассифлорами путь мой не пересекся получилось первой блин как говорится комом попало было ко мне там есть на видео в клеилисте будет пассифлора это была наверное пассифлора голубая кавалерийская звезда которую я вырастил из семян купившие однажды в этом или пассифлора вонючая у нее такие вонючие листья были что ну скажем так что-то не уделил ей внимания и она у меня не пошла но но естественно прогресс интернет и так далее сделал свое дело и благодаря степану михайловичу я зацепился за пассифлоры на день сегодняшний запасифлоры плодовые на день сегодняшний я проштудировал все виды как какой вид для чего выращивается для чего себя для чего его нужно иметь на своем участке ну и так далее так вот на день сегодняшний задача состоит в том чтобы отобрать из множества гибридов несколько сортов несколько сортов для того чтобы их можно было выращивать в условиях белоруссии значит отвечать они должны следующим критерием скороплодность я имею ввиду от цветения до созревания плодов чтобы не не 70 80 дней то и 90 проходило хотя бы два месяца 60 дней уже это было бы можно что-то испытывать и в открытом грунте так вот как бы имея в своем хозяйстве у нас растут сотни сортов сотни сортов плодовых очень много очень много всего растет не все не все мы предлагаем но растет очень много всего но тем не менее даже если взять те же абрикосы персики или ежевику мы испытали все сорта имеющиеся в санге и пришли к тому что осталось там три-четыре сорта которые на день сегодняшних у нас растут но тем не менее перешло все через наши руки это относительно фасифлор будет тоже самое потому что никому мало кто хочет коллекционировать это хотят посадить и чтобы оно росло и плодоносило и удавалось даже если человек не имеет опыта в выращивании чтобы это получалось как-то как-то получалось чтобы получать плоды ради чего все это и делается по большому счету ну и так далее поэтому хочу ну вот я обращался к Игру Валеному он пообещал мне подогнать на испытание по осени гибриды свои лучшие и буду их испытывать чтобы отобрать из них несколько сортов теперь два слова о маракуйе северной пасифлора инкарната или инкарнатная ну ясно понял инкарнатная инкарната коротко называйте это человек имеет гибрид этой пасифлоры инкарнатной почему не называть его маракуйей северной объясните мне почему почему телесно цветной можно назвать ее там кровавого мяса и прочее я там как бы начал листать смотреть каких только прозвищ у нее нету почему она не имеет право называться какой-то гибрид какая-то ветка инкарнаты называться маракуйей северной человек захотел назвал гибрид никто не ну скажем даже если кто-то это его вывел но он его популяризировал он его втолкнул массы да это работает это работает я пойду покажу правда нарезка у меня была с разных времен не с разных времен в течение недели подбегу там сниму что-то цветет и это так вот и обозвали ее какие-то туземцы вкурившиеся маракоком блин пасифлора женское название маракок мужское название имя ну не название а имя существительное почему тогда лороланд вот он мужское название назовите его маракоком нет это пасифлора съедобная это маракула ну не суть важно будем называть его пасифлора инкарнатной под названием маракуя северная это вот мое мнение по относительно пасифлор дальше я это я пытаюсь обобщить и ответы на вопросы и просьбы и все вот в этом ролике почему не выкладываете где вы пропали там далее без конца пишут я людям очень интересно белорусам нашим очень интересно это вырастить кои-то веки кто знал что можно тут будет что-то такое выращивать так вот будем будем показывать будем рассказывать как мы выращиваем и обобщу вам вот здесь в этом ролике по пасифлорам то тем что растут меня пусть будет это немножко длиннее может кому-то это будет не интересно не смотрите значит тем кому интересно пожалуйста я рад видеть вас на своем канале и на ваши вопросы вопросы мои дорогие подписчики я всегда отвечу но получаю кучу вопросов я теперь захожу на на ответы через творческую студию там все показано кто подписан кто не подписан я никого никогда не призывал подпискам мне это не надо но отвечать если вам не интересно просто зашел на канал попал задаешь вопросы там терзаешь и так далее отвечать не буду подписывайтесь у меня нету монетизации я на ютюбе не зарабатываю это чисто хобби выкладывать людям свое свои наработки ну и так далее сейчас на день сегодняшний уже ежевика наша карака black закончена практически закончена идет вырезка молодых кустов дальше будет это то есть будет больше времени рассказывать о чем-то другом ну так вот это такое мое сугубо субъективное мнение поэтому пойдем смотреть что там у нас есть итак пассифлора инкарната под названием маракуйя северная плоды стали завязываться хорошо но уже поздновато много завязанных но нижняя часть пустая причиной было недопыление значит вот такая я показывал кисточка из ворсы из накидки какой-то диванной тоненькой она была тоненькой должна быть такая ворса так словлю фокус что-то не ловит ну ладно все таки понятно и вот в эту ворсу хорошо забивается пыльца тычинок вот когда я начал ею работать хорошо пошла пошла завязываться маракуйя и снизу маракок пассифлора как хотите так называйте я буду называть так как мне нравится значит там степан михайлович мерил плоды вот эти плоды но я метром мерил правда оно получилось 8 8 и 7 сантиметра вот это длина его скажем так так вот вот так вот начи начиная работать кисточкой все хорошо пошло завязываться все вот начиная где-то сантиметров семидесяти это и раньше пошли завязываться плоды завязываться хорошо показываю их много что было сделано из ошибок значит вот эти вот эти первые горшки они это прошлогодние видео в прошлом году я выкладывал я только их получил из корешка и они меня в тот же год зацвели и завязали без вообще без я не прикасался ни к чему три или четыре уже не помню плодика которые дозрели за зиму лежа вообще в ведре в теплице они дозрели и были съедобны ну конечно вкусовые качества были там и на высшем уровне но были съедобны и хоть пишут что недозрелые плоды ядовиты никто из нас не отравился теми что лежали дозревали в лежке что неправильно было сделано очень далеко между собой они посажены поэтому вид такой как бы не насыщенный скажем листовой массой вот их тут можно было еще две штуки посредине посадить между ними тогда было бы через метра так они через чуть не чуть ли не через три метра посажены дальше обязательно нужно было дать им более ранний старт чего я тоже не сделал когда бы она зацвела раньше и естественно были бы влады раньше что еще хочу сказать по цветкам так тут тут плохие цветки это уже вчерашние цветки молодые цветки хочу поближе найти ну короче чтобы не забыть показать потом покажу какой цветок самый эффективный для пыльцы сейчас утро там 10 час утра пыльца в это время никогда не было рыхлой за исключением единичных цветков но тем не менее вот в полдень я прихожу всегда в полдень 12 час все созревшие все идеально снимается идеально пыляется значит в кисточку я как шмель под на под низ залазит я ее подсовываю прокручиваю легонько это очень быстро делается просто рука занята я одной рукой держу цветок второе раз 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 подошел при хорошей пыльце вот это снято с одного по с одного с одних тычинок пыльца ее хватит на десяток других цветов потому что ее очень много остается на кисточке и все она хорошо переносится так выбирая лучшие цветки вот не надо не надо с каждого на каждый там мазать и переносить это много времени теряет я беру с одного хорошего если я вижу что хороший цветок и тогда пыляю дальше вот это надо на это обратить внимание чтобы не тратить времени потому что народ лезет под каждый под каждый под каждую тычинку и собирая пыльцу чтобы перенести на на другую ну вот хочу показать что все плодах все плодах вот разрастается корень в горшке и дает много молодых побегов конечно это во первых они были из маленьких горшков эти пересажены то есть пока там наросла еще корневая масса пока оброс этот горшок чтобы выпустить вот эти побеги дополнительные на следующий год это будет я так думаю вообще зрелище уникальное в плане того в плане массы надземной и плодов подходим джамбо я потом по вставляю те те кусочки те вырезки там где это где я снимала время цветения ну и так далее так что если уже будет что-то повторяться так что уже извиняйте что так значит что удивительный прекрасный изумительный сорт с красивейшими цветками такими же крупными плодами вот ну как бы в руку его не возьмешь в ладонь не обнимешь получается что стопроцентное завязывание вот меня с этого с это их цветков их же видно нигде пустого пустого как это на чем висит плодоножки не плодоножки нету пустой все завязано все что отцвело все завязано вот поэтому опылял ее чисто вот инкарната и больше ничего не было и ничего не было да и наверное незачем все как бы удачно так что стопроцентная опыляемость и если она я думаю что так же как и все будет дозариваться если не дозреет но я так думаю что до ноября месяца я смогу защитить выхода морозово там уже будет как возенька даст с погодой так будем смотреть джамбо вот только когда пестики завернуты вниз только тогда происходит опыление цветка в данном случае это может делать уже и пчела вот она лазит под низом и вылазит вот она сейчас будет вылазить и обязательно пестик какой-нибудь заденет но я так думаю что достаточно чтобы хоть на один пестик попал от пыльца на всю теплицу стоит сильный медовый ароматище видимо шмелька ароматы привлекает значит пришел опылял утром в обед не получилось пришел опылять вечером закономерности нету пыльца созревает в разное время вот помощник на перегонки такой здоровый значит вот он лазит причинке повернуты разные стороны но пыльца вот сейчас 18 часов вечера скоро будет четверть пыльца хорошо отделяется утром вообще не отделялась никакой рыхлости не было просто вот джамбо очень просто очень насыщенно медовым запахом поэтому шмелек сюда больше всего там покрутиться покрутиться сюда прилетает но я не об этом хочу сейчас рассказать зацвела зацвела моя зацвела моего мою мой роланг зацвел невзирая не на высокую температуру да ни на что невзирая просто засел я пришел поэтому и снимаю 3 4 5 6 где-то 7 7 цветков распустился распустились в один день итог вечеру утром и они не были распущены я конечно их опылил 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 их и своей пыльцой перепылил и джамбика взял из северной взял вот очень интересно завяжет ли он плоды значит вот этот кустик у меня из укорененного черенка прошлогоднего прошлой осенью вот так что возможно я ну как говорят цыплят по 8 считает возможно я его незаслуженно оскорблял насчет вон еще один цветок 8 вот этого я еще не опылял попрятанные возможно незаслуженно я его обидел насчет чемодана без ручки если он завяжет хорошо плоды они еще даже если три месяца считать начало августа авус сентябрь октябрь в конце октября даже при самых растянутых сроках созревания они должны созреть ну будем ждать так и я что к чему подвожу к тому что если ролан да будет вот я выкопаю я не знаю он должен нормально зимовать при хороших плюсовых температурах дам период покоя так горшочки и будет конечно же я укореню черенков и я попробую размножить его корневой деленкой то есть чтоб дать мощнее старт и старт будет мощнее и старт будет более ранний и думаю что тогда все будет по-другому и он раньше намного засветет и можно будет выращивать маракуйю беларуси даже в коммерческих целях сегодня у джамбо распустилась три цветочка вот такая красотень всегда подходишь этому сорту с замиранием сердца помощник прилетел на опыление я их уже опылил вот сейчас самое время опылять когда пестики вот так вот вниз завернуты они находятся очень близко возле тычинок и хорошо может даже и у шмеля получится значит завязывание пока идет сто процентов один плодик только один значит уже не стону один плодик не по понятной по непонятной вернее причине вот все пока завязывается продолжаем работать роланд сегодня не цветет это цвёвшие цветки ставлю потом цветение и вот это все цвёвшие цветочки тоже самопыляемый сорт или нет я не не надеялся ни на что потому что вопреки тому что написано он 20 градусов просто и жить свести дальше не хочет 32 в тени на улице пожалуйста я тоже я как бы поначалу он долго думал думал пока пока не взялся расти и вот и цветков и полно бутонов ну будем также изучать этот сок что так этот цветок роланда и не распустился я вот у него пестики вот они вот они торчат снаружи я их и пылил интернатой будет что-то или не будет не знаю но вот что случилось сегодня вот роланд цветет невзряя на 30 градусные температуры все-таки цветок распустился и там внизу вон еще один вот мой роланд цветет итак роланд роландом как сказал и горлиной это такой сорт что как чемодан без ручки нести тяжело и выбросить жалко я добился стопроцентного завязывания плодовой пассифлоры роланд ой не роланда джамба пардон вот такие бочки висят все все цветки завязаны ничего не температуры ничего не помешало ни жарища все 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 вот эти цветочки они все тоже все с завязями опыляется прекрасно интернатой ну больше ничего не было вот сколько цветочков будет вот из плода индига еще такой цветок с такими цветками одно растение появилось чуть ли не совсем белое так и тут еще инкарната чисто из семян ну цветки похожий похожи на и на северную и на интуку и на индига все они как бы из семян если то генетически все с одного болота поэтому цветков разницы нету есть немножко мохнатие немножко растопирование но вот только этим и отличается рассветки плюс-минус дальтоник не развечит да даже и сам раз понарвать их что ли и рядышком поставить чтобы можно было как-то их обобщить или разъединить вот тут тоже вот она был первый цветочек это же на семенных вот и тут и тут самого внизу как видите то есть не причина в том что вот вначале я показывал что не поопылялась снизу причина только в том что не поопылялась вот это что делалось изначально рвал эти тычинки потом сколько той тычинкой можно смазать один один следующий цветок можно смазать и дальше рвать и мазать и мазать а я говорю вот это одной с хорошей пыльцы с хорошей пыльцой цветочка я снял и его хватает до 10 штук раз 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 и пошел поэтому мне пишут и вы так много времени тратите на опыление совсем немного ну и вот потому что вот это вот этот цветок уже никакой смели и никакая пчела какая там написано в естественных условиях там какая-то пчела сила не помню как название и там но какая-то специально пчела их и гуляет что тут можно опылить тычинки там пестики тут как разве что взлетает и машет крыльями и пыльца куда-то туда налетает поэтому вот когда они завернуты вниз есть такое положение аж под самые пестики под самые тычинки вот тогда да тогда шмелек там под ними лазит и своей спинкой с пыльцой трет одно другое ну вот как то так так